Я буквально в двух словах вот обрисую, как бы в связи с чем вот это все. Сложилась некая ситуация, ну, нам известная, которая как бы вредит нам всем, вот абсолютно всем. Вот я, например, от себя лично прекрасно знаю, что вы в этой ситуации человек просто как со стороны смотрящий. Так же, как вы, ну, наверное, догадываетесь, я точно в такой же ситуации, я знаю, что у вас нет времени просто на вот те глупости, которые происходят вот в наших чатах, да, вот так вот будем говорить. Вот, ну, поверьте, у меня тоже этих времени нету, ну, чтобы делать эти глупости, ну, мы взрослые просто люди уже. Тут даже дело не в этом, тут дело в том, что я эту ситуацию не могу контролировать. Я, алло, алло, вот связь разорвалась, но она, связь разорвалась, к сожалению, связь возобновляется, вот, ну, я хоть могу, вот, связь возобновилась. О, получается, да? Да, 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 все, и даже уже получилось, вот вы уже на экране. Вот, я, я примерно помню, на чем разорвалась. То есть, эта ситуация вот сейчас, которая есть, я прекрасно знаю, что не вы в этом не участвуете, ну, я думаю, вы догадываетесь, что и я в этом не участвую. Но, все равно эту ситуацию расшатывают. Я не могу на нее повлиять, ну, никак, я как-то пробовал туда влезть, она стала еще хуже. Я эту ситуацию пробую игнорировать, она все равно развивается. Поэтому, вот, я вот вашей помощью прошу, я ни в коем случае не хочу конфликтовать, потому, что, ну, мало того, что мы по одной линию фронта, мы еще, у нас окопчики рядом. Вот мы, вот мы делаем. Ну, скажем так, что мало того, что, наверное, мы все здесь по одной линию фронта, ну, почти все, ну, скажем, что касается тебя и что касается Лени, то мы еще и, мы еще и очень сильно с Украины, скажем так. Вот, тем более, да. То есть я вообще, ой, не с того момента начну, все-таки давайте я сначала всех поздравлю, действительно, с наступившим на нас Новым Годом и Рождеством, уже наступившими, и наступающим на нас Старым Новым Годом. Это такой чудесный праздник, который празднуем только мы, славяне, наверное. И вот, почему очень хорошо, что мы говорим именно сегодня, потому что, знаете, дорогие мои, вот это святки. То есть это такой волшебный период, когда сбываются все желания. И вот у меня сразу, я стартану с желания, наверное, да. То есть мне бы хотелось, чтобы за этот святочный период, за эту неделю, собственно, все эти конфликты, наконец-то, как-то завершились, и чтобы исчезли те люди, которые их провоцируют. Ну, а теперь, собственно, возвращаясь к тому, я вообще, честно говоря, не знаю, Виталик, с твоей точки зрения, а вообще, с чего конфликт-то начался? Когда ты его заметил? Да, в том-то и дело, что я толком-то и не заметил, как я в него влез, вернее, как меня туда влезли. Вот конфликт начался, был один человек, да, вот, один человек, на которого, скажем так, я мог повлиять до некоторого степени, вот он почему-то сама себя начал вот там писать, но мы это все знали, кроме того, я на него таки повлиял, и его давно нет. Вот, больше я эту ситуацию не контролирую. Я один раз просто хотел, вот, даже со своими бывшими, с какими-то коллегами, модераторами, просто выяснить ситуацию, почему это происходит, зачем это-то все. То есть, любой тролль, который заходит, он тут же объявляется ветром. Вот, я этого не делаю, но точно, у меня даже и мысли, тем более, ну, так, более того, ходят такие слухи, что это не я их посылаю, это вы их посылаете. То есть, Путин везде виноват. Я бы тоже приказал, ну, а вот, вам это, ну, сто процентов не надо. Вот, я не знаю, я, ну, наверное, тайну не скажу, что вы только что со съемок приехали, и вот, я вас ждал. Поэтому, вот, я прекрасно знаю, какой, тем более в Москве, график просто добраться с одного места в другое, но это времени надо. Также вы прекрасно, наверное, знаете, что, вот, я немножко сейчас в отпуске, просто у меня голова кругом шла, я вот ушел немного в отпуск, а до этого времени у меня от 12 до 16, а то и 18 часов в сутки стрим, а то и круглыми сутками, я 8 суток вот стримил, один глюк сломался, ну, просто физически нет вот времени, и главное, у меня нет желания, оно, мне плохо от этого, вот, ну, честно, вот, просто, помогите, давайте как-то вместе эту ситуацию разрулим, потому что, ну, она не может долго продолжаться, потому что она или нас съест, или мы ее должны как-то разрулить, ну, не знаю. Ну, давай я скажу свою точку зрения. Просто я не знаю, например, я знаю, что-то, что люди в чатике меняются, может быть, не все знают вообще, с чего все начиналось. Ну, на самом деле, как бы то, что я журналист, ну, я профессиональный телевизионщик, и в отличие, скажем, от ряда интернет-проектов, интернет-сайтов, интернет-телевидения, стрим-телевидения, которые я создавала с людьми-энтузиастами, то, в общем-то, я просто профессиональный телевизионщик, поэтому в некоторых вещах, которые здесь происходят, я вообще, ну, очень слабо ориентируюсь, да, а в некоторых просто ориентируюсь, ну, наверное, даже намного больше, чем, скажем, люди, которые могут делать техподдержку, вот, стрим-телевидение. И дело все в том, что, как в 2011 году, во время побоища во Львове, когда, ну, в общем-то, тогда свободно устроили драку с ветеранами, вот я познакомилась с Серегой Веселовским, и, как бы, вот с такими вот форматами телевидения, как онлайн-телевидение, вот я с тех пор стала, как бы, и работать, и, насколько я помню, вот я, честно говоря, не знаю, каким образом, через кого Олег Лерсон на меня вышел, вот не помню, ну, достаточно давно, это, ну, больше, чем полгода назад, месяца 9, наверное, да, и уже когда у меня на основном антимайдане, сначала просто приходила как гость, потом у меня была вот эта вот программа с 11 вечера до 12, она называлась «Час» с Еленой Бойко, потом «Блиц круг» с Еленой Бойко, и, собственно, насколько я помню, то Леня, Люк, наш дорогой земляк, мой тернопольский, собственно, вот уже познакомил меня со всеми на этой площадке, как бы, с, ну, с таком народной дипломатией, и начинали мы, вообще, честно говоря, просто с таким, с таких разговоров за кадром, а то пару раз там уже писали эфир, и в то время, если ты помнишь, в общем-то, действительно, это было абсолютно, ну, как бы, это было нечто целое, вот люди, которые создавали антимайдан, мы же понимаем, это не профессионалы, это не олигархи, никто их не финансировал, то есть пришла команда людей, которая захотела, ну, как бы, внести свои знания и умения, и вот они сделали эту площадку. Площадку для общения, площадку для обмена информацией, потому что в то, ну, было время, когда на самом деле реальную информацию нельзя было почерпнуть нигде, кроме антимайдана, действительно так. Но я прекрасно понимаю, что зрители антимайдана – это абсолютно необязательные единомышленники, то есть вообще на самом деле набираешь в Гугле или в Яндексе, да, антимайдан, заходишь и читаешь. То есть разница между зрителями и чатланами только в том, что кто зарегистрирован, тот может писать, кто не зарегистрирован, тот просто смотрит, слушает. И вот здесь-то, наверное, начинается тот момент, когда определенные вот их прохунтовские силы, укропские такие сильно, они некоторые, ну, это я точно знаю, потому что мне просто присылали потом эти съемки, то есть они записывают эфиры, записывают стримы, ну, некоторые там компьютерные записи делают, это некоторые просто вот камеру, да, ну, мне прислали, например, мобильным телефоном вот снято, что происходит на экране, на мониторе, вернее, компьютер, они-то записывают, там разбрасывают в своих группах, обсуждают и так далее. И вот здесь, ну, тема нашего сегодняшнего разговора, да, что у нас один окоп. Вот здесь, собственно говоря, и получается, что если в нашем одном окопе начинается метание фекалий друг на друга, то это очень радует укров. Из чего мой собственный вывод, то есть если среди наших зрителей, пользователей, зарегистрированных пользователей, возможно, есть люди, которые пытаются нас травить между собой и перессорить, то я считаю, что это либо профессиональные тролли, которые относятся к хунте, собственно, их не тролли, да, но могут быть, допустим, даже какие-то проплаченные тролли. У нас же Минстец организовал вот эти свои дивальные войска Украины, извините, информационные, да, которые, возможно, делают это. Вот что, собственно, на ААА. Ну, поскольку действительно я, что телевизионщик, и я получила возбуждение уголовного дела СБУ против меня, с такой странной формулировкой, это много пунктов, чего они мне вменяют вину, и одно из них – это сотрудничество с вражескими СМИ. Так, вражеские были расценены, российские СМИ, для которых, ну, телевидение, несколько телеканалов, для которых я делала сюжеты, и антимайдан в том числе. То есть он там указан, и, например, на сайте Миротворец, где размещена там подробностью моя биография, то указано, что вот я прямо вот тут на антимайдане что-то такое страшное делала, к чему-то призывала там разрушить до основания и затем. То есть этот сайт тоже был вменен мне в вину. Но получается теперь так, что в определенное время, а это где-то, ну, то есть, насколько я помню, у меня канал «Наш Онлайн ТВ» стартовал 11 сентября. И уже где-то в начале октября, то есть где-то в почту нашего канала, потому что сначала появился канал, он работал так же, как и этот, потом появился сайт, потом я просто сменила формат, потому что, ну, я не успевала стримить, я не могу, у меня нет ни стримеров, ни людей, кроме того, у меня еще очень много работы на съемки. То есть я же не могу одновременно и сидеть, и вещать. И мы переформатировались, то есть «Юэй Онлайн ТВ» — это другое телевидение, это скорее ближе к шарью, да, то есть отсняли, разместили на Ютубе, кто хочет, смотрит хоть 20 раз подряд. И вот где-то в начале октября, то в личку, то туда, на сайт, стали поступать удивительные такие упреки. Значит, ну я не буду сейчас называть поименно, да, но первая версия была, что я сманила лучших специалистов технической службы. Потом, правда, была версия, что какие-то специалисты, стримеры или специалисты сманили с антимейдана меня. Потом были какие-то подозрения в загадочном финансировании, то есть «А кто ж мне финансирует «Юэй Онлайн ТВ». Потом появились вот где-то вот недавно, буквально месяц назад, какие-то странные загадочные версии, что я развалила антимейдан. Потом еще более загадочные, что я там виновата во всех смертных грехах, которые там происходили. Ну, то есть я как две недели назад, я уже просто, ну, у нас, в принципе, каждый понедельник, вот, на моем канале, значит, у нас там планерка. Ну, то есть собирается, в общем-то, все, кто причастен к созданию канала, то есть у нас это пять человек, это канал, ну, костяк, это техническая служба, служба поддержки, программисты, садмин и так далее, звукорежиссеры и т.д. вот, и мы обсуждаем там, ну, стратегию своей работы на следующую неделю, то есть на текущую неделю. И я уже там сказала, что, ребята, если, ну, во вторник я услышу, что именно из-за меня началась Троянская война, то я тоже не удивлюсь. Но опять же таки, все эти вещи, я вижу, то есть они пишутся в чатике, причем на всех трех площадках, то есть здесь, на антимейдане и у дяди Вани, но пишутся одними и теми же персоналами. Что я вам хочу сказать, я удивлена до крайности, вот их сейчас в чатике нет. То есть получается, что прибежать тогда, когда идет плейлист, или тогда, когда никого нет, или модератор отвлекся, или какой-нибудь темной ночью, прийти туда и вот действительно, понимаете, вот сесть так, вот я же не зря это в этом ролике сказала, да, вот сели, открыли рот, поставили возле себя вентилятор, и так, и начали фекалии изо рта выпускать на вентилятор, и убежали, а зачем? То есть единственная цель и задача, я так понимаю, ну, во-первых, всех нас между собой стравить, и, естественно, порадовать результатом вот этих укропейцев, потому что все это потом заскринить, отснять, куда-то выложить у себя в группах, там пообсуждать, поговорить об этом, получается такая вот странная ситуация. Опять же таки, я не знаю, как принято на стрим телевидение, почему я говорю, я не очень знакома со спецификой этого жанра, да, но, например, если у меня другая специфика, то есть мы выкладываем наши все съемки на YouTube, потом эти сюжеты, есть специальный человек, который занимается распространением их по соцсетям, всем мыслимым, немыслимым, я тоже не очень этим занимаюсь, и не очень умею, и времени нет. Он мониторит отдачу, то есть количество просмотров, какие ответы, он мне об этом сообщает, то есть люди, которые нам пишут, ну, допустим, если у меня было сначала в начале создания вот этого UA-онлайн-ТВ там 9-10 тем, то впоследствии выяснилось, что одни темы вызывали интерес у зрителей, другие нет, то есть те, которые не находили отклика, они были закрыты, эти направления, другие, наоборот, развивались, и есть люди, которые ведущие темы, они этим занимаются. Поэтому я в курсе всего того, что пишется, и когда мне всякая дрянь уже туда прилетает, ну, естественно, что я очень удивляюсь, собственно, поэтому, когда я вот позавчера, а, ну, опять-таки, поскольку я не умею пользоваться чатиком, скажем, я попросила человека из нашей технической службы, чтобы он зарегистрировал просто меня как пользователя, ну, я отдал, ну, воткнул меня в чатик и отдал мне ключи, я там пробыла ровным, что там двое. Что-то у нас, по-моему, снова со связью, это положит, значит, связь-то есть, связь есть. Так, я думаю, сейчас все решится. Бывает, подвисает skype, потому что у меня, я говорю, интернет сейчас не очень хороший, вот, но как бы позволяет стримить. Так, так, сейчас давайте тогда я попробую еще раз, может быть, перенабрать. А, вот-вот-вот перенабирается, по-моему, само, по-моему, само оно перенабирается. Алло-ло! Так, все-таки я пока закрою, сейчас, секундочку. Так, 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 хорошо. Да, сейчас я попробую еще раз перенабирать. Да, skype меня подвис. Это у меня подвис, к сожалению, skype. Я даже трубку положить не могу, но сейчас, сейчас мы это все сделаем. Я, я тут извиняюсь, я на, на чат практически не отвечаю, потому что, ну, я Лену слушаю. Поэтому, вот, если что, кому не ответил, ну, извините. Так, а звонок-то идет, звонок идет. Я даже не могу ничего сделать. Сейчас. Так, что же делать? Мы Лену потеряли. На время, но потеряли. Так. Куда звонок идет? Мне звонок идет, Лео. Мне звонок идет? Ну, у меня просто сейчас она слабенький, и он тут еле, еле, еле тянет все у меня. Вот. Так. Все-таки, наверное, я попробую самый радикальный вариант. А, стоп, я же могу так его закрыть. Сейчас. Я даже skype не могу закрыть. О, вот так я его закрыл. Сейчас, 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 сейчас все будет. Сейчас все будет. Вот. Так. Опа, у меня еще skype обновляться начал. Ну, вот, ну, вот, ну, ну, почему вот так всегда? Когда вот какие-то важные вещи происходят. Вот, skype начинает обновляться. Я его всего лишь хотел запустить. Хотя, автообновление у меня было отключено. Может быть, что-то не то нажал. Такое тоже бывает. Я не знаю. Ну, я не думаю, что он будет долго обновляться. Так, извиняюсь еще раз за молчание. Дорогие родные мои, не получается, это не СБУ, это у меня комп глючит. Это, в это... Слава богу. Тут я точно знаю, это глючит мой комп. Вот. Тут я спокоен. Поэтому буквально три минуты и я. Свежезарегистрированные, о которых мы говорили. Ну, ну, ты-то давно уже здесь. Зачем ты вот это сейчас пишешь такое? Ты там такое пишешь. И здесь такое пишешь. И на главном канале такое пишешь. Зачем? Ну, это... Мы вот как раз пытаемся из этой ситуации выйти. А получается, ты вот один из тех, кто в эту ситуацию у нас затягивает. Зачем? На твоем стиле. Где диване у меня на номере? Так. Я на вопросы пока отвечать не буду. Давайте я все-таки перегружусь. Вот. Я не хочу вот это вот разводить, вот это вот здесь. Мы общаемся с Леной. Насколько возможно, с чатом. Но, в первую очередь, с Еленой. Потому что эта ситуация касается меня и ее. Вот в данном случае. И наших с ней отношений. Которые, ну... Я с ней не портил, да. Она вроде со мной не портила. Как... Вот нам пытаются их... Ага, скрыл спасибо, что ты не матом послал. Так меня посылай. Зачем ты на Лену пишешь? Зачем ты пишешь на Лену тогда? Меня пошли. Я согласен. Давайте не будем вот это вот между нами раздувать. Я уже, ну, я уже объяснял, что... Так, все. Я перегружаюсь и... Уважаемый модератор, делайте свое дело. Так, я надеюсь, что я снова с вами. Сейчас я вызываю Лену еще раз. Параллельно попробую открыть чатик. И это у нас сегодня точно со связью не наш день. Да, извини, извини, Лена. Это... Тут у меня и интернет слабый, но в данном случае это из-за моего компа. У меня вот еще перед отпуском я хотел винду переставить. И так и не получилось. В данном случае это из-за компа. Еще раз тысячу извинений. Леночка, кстати, вот я просто еще два слова буквально скажу. Да. Тут вот... Пока не было связи, тут вот я немножко как бы чатик полистал. Вот конкретный пример просто... Вот я поделюсь. Вот как там поступить в этом случае? Есть вот некто такой... Ну тебе это не о чем не говорит, ты его не знаешь, слава богу. Некто Фортус. Вот. Человек немножко известный в наших кругах. Вот. Во всех наших чатиках. Вот. Сначала он писал на тебя. Что конкретно? То есть это все стоят зомба, вышки, бойка и вот такого плана. Потом, когда я ему на это указание сделал, он говорит, скажи спасибо, что я тебя не послал. То есть он как бы и против вас. Ну я ему, да. Он на меня зуб имеет. Нет. Как? Ты понимаешь? Как там с таким людьми? То, что я не пишу в чатике, совсем не значит, что я его не читаю. Я сейчас читала. Я, например, ну пока связи не было, тоже почитала. Меня, например, очень порадовала реплика Полянки. Такая явка спаминная, да? Типа это я ее заблокировала. Очень нравится присутствие Алекса Сокола. Алекса, привет. Я же говорила, в чате ни одного тролика. Ура, наконец-то хоть один есть. Привет, ребята. На самом деле, все, что вы пишете, понимаете, я же умная и внимательная. Ну, когда что-то, кто-то пишет в чатике, меня же не видно. Я прихожу к себе так с улицы, читаю. Вот, читаю, смотрю, наблюдаю. Иногда тоже снимаю на камеру. Поэтому я очень рада. Очень не хватает Даши Д.Д.Д. Мой любимый персонаж. У меня такое впечатление, что это такая девушка с длинными ногами, длинными волосами, очень прыщавым лицом, таким страшным, что с ним нельзя, к сожалению, показываться в реальной жизни, но можно показываться в чатике. И вот у этой девушки что-то так плохо, вот так у нее плохо в своей жизни, я не понимаю, просто на меня аллергия. Мне кажется, у нее от меня диарея. Такая интересная девушка. Хотелось бы, может быть, кто-то знает, как позвать Дашу. Ну и вообще-то, честно говоря, к сожалению, чатика сейчас не вижу, когда разговариваю. Но я очень надеюсь, что вот Виталий может озвучивать мне вопросы. На самом-то деле я же хотела, чтобы те люди, которые много интересного пишут обо мне и о членах моей команды, моего телевидения, нашего телевидения, да, у нас другая структура. То есть у нас наше телевидение, ее онлайн-тв, сделано несколькими людьми и мы принимаем решение только коллегиально. Почему я говорю моего? Потому что я как бы работаю лицом. Все остальные по техническим причинам эти лица не показывают. Но они существуют. Так вот мне бы хотелось, чтобы эти персонажи, которые вот так много интересного знают обо мне и так хорошо обо мне пишут, задавайте мне сейчас вопросы в чатике. Давайте я отвечу. И про вышки Бояка. Прошу еще вам рассказать, да? Сколько у меня домов, квартир. Что вас еще интересует, дорогие мои? Я думаю, Виталий мне сможет зачитать вопросы. Да, в том-то и дело, что тут уже вопросы какие-то такие поутихлы, потому что я тут немножко тоже высказал людям. Мы, собственно, как бы для другого здесь собрались. Вот я, например, хочу найти конструктивный выход из этого положения, но я его не знаю, поэтому я даже помощи прошу вас. Как вот мы будем поступать вот с такими людьми, игнорить, не игнорить, я не знаю. Действительно, но эту ситуацию надо решить. Вот. Что касаемо Даши, я уже говорил, что да, насколько мог я на нее повлиял. Скажем так, у меня с ней нерадужные отношения, но я с ней не ругаюсь. Как так получилось, вот, я на нее не могу тоже влиять. Как мог, но я знаю, что в последнее время ее нет. Это точно. Если кто-то приходит, типа, подкаш. Нет, она есть, она в виде смурфов есть. Я вижу, что я стала умная, я знаю. Нет, нет. То есть, если вот, допустим, меня забанить так легко и просто, причем, у меня последняя, ну, последняя информация, я же когда сижу, ну, сижу, что-то делаю, что же записываю, на запись там включена, да? То есть, там было написано, что этим, модератором я забанена за ой, вот такое ой, знаешь, и 8 е. Вот, забанена за ой на 30 минут и после этого на следующий утро шлеп, все забанена администратором. Это мне, в принципе, ребята, у меня абсолютно, ну, у меня нет времени не сидеть в сетях, не сидеть в чатиках. Понимаете, в отличие от тех, от тех людей, которым больше нечем заняться, у которых вся жизнь происходит в чатиках, у меня есть, к счастью, жизнь реальная. Вот. Здесь на поверхности. Вот, и я бы... Я очень сочувствую вот таким вот, типа, Даши, типа, трактора, типа... Нет, ну, в данном случае даже дело не в них. Тут, смотри, как нам поступить, я вот, например, предлагаю просто как-то нам вот лично с тобой договориться, как мы будем реагировать на это все, сделаем совместные заявления, ну, не знаю, глупо, как еще говорить о перемириях, у нас не было войны, как бы, то есть, тут пытаются разжечь, ну, как бы нам вот это решить, чтобы я мог оперировать. Вот пришел человек, он говорит, а вот Бойко там про тебя то-то, говорит, я говорю, врешь ты все, не может, Лена про меня, говорит, у нас с ней... Опять-таки, я не знаю, как это назвать. Не, ребята, я бы, конечно, хотела сказать, чтобы вот, давайте Бойко про кого-нибудь что-нибудь скажет, но для того, чтобы что-то сказать, надо что-нибудь знать. Ну, как-то очень трудно сказать, да? Очень трудно организовать какую-то слежку, травлю, террор или еще что-то, если ты о человеке, в общем-то, знаешь только его аватарку и только его никнейм. А иногда, ну, и ты прекрасно понимаешь, что это все фонарь бубновый. То есть, пытаться вот стравливать на определенном уровне, допустим, там, меня с Лерсом или меня с Дядей Ивани или еще с чем-то, но это тупо и бесполезно. Ну, я бы могла бы рассказать в подробностях, почему тупо и бесполезно, как бороться, опять-таки, вот с этими личностями, которые это делают. Да я никак, ну, игнорить, я не знаю, у вас там, наверное, есть какая-то функция, да, игнор. Мне просто плевать, и не то, что игнорить, я даже, ну, все обсуждать это не хочу. Нет, нет, я не об этом, Леночка, смотри, я о том, как мы с тобой будем относительно друг друга вести какую-то, вернее, как, я предлагаю нам выработать совместно с тобой какую-то политику противодействия вот этим вот людям. Мы не смогли, я пробовал как-то аккуратно влиять на ситуацию, она раздулась еще сильнее, я пробовал игнорить, она еще раздулась. Поэтому я понял, пока мы с тобой сами не договоримся, как-то не обозначить, ну, не знаю, там, глупо опять-таки перемирие, ну, не было, нет. Ну, достаточно глупо объявлять перемирие, если никто официально не вступал в состояние войны. Вот, да. Это, знаешь, седьмая волна мобилизации в стране, которой не объявлено военное положение. И как нам поступить, что мы должны сделать, вот, вот, чтобы мы просто одинаково реагировали вот на вот этих вот троллей. Вот я, например, могу вот здесь вот перед Четланой, перед вами, вот, ну, клясться я не буду, это глупо, но вот я могу ответственно сказать, что я в эту ситуацию, меня втянули в эту ситуацию, как, или ситуация меня втянула, я не знаю, как это произошло, но я очень хочу из нее выйти. Мне это не нравится, потому что, ну, это вредит всем. Это вредит всем, идут лишние какие-то вот, то, что мы только что обговаривали, и вот, Лена прошу, вот, перед Четланой, у всех прошу вот помощи, как нам выйти. Ну, смотри, я надеюсь, что у нас тут есть, ну, во всяком случае, видела, там, у нас, Ленька, Глюк у нас есть среди нас, так бы, да? Или вышел, или есть? Есть, есть и должен быть. То есть, ребят, смотри, на самом деле, как бы я, ну, с кем знакома, более-менее хорошо, с тобой и с Глюком. Ну, там еще есть пару людей, но сейчас учат, к сожалению. Скажи, пожалуйста, вот, ну, хорошо, я вот, итак, вот, у меня реплика к тем, кто, собственно говоря, давно на этой площадке, кто давно меня знает, и так далее. Ребята, есть ли у вас какие-нибудь, у кого-нибудь из вас какие-то сомнения или подозрения относительно того, что я рейдерски захватила антимайдан, и есть ли у вас какие-нибудь финансовые претензии ко мне или членам моей команды? Вот два вопроса. Если есть, давайте вот это те два вопроса, которые постоянно муссируются. Если есть, то, пожалуйста, вот, кто меня хочет о чем спросить, я сейчас отвечу на эти два вопроса. Нет, Леночка, вот я бы не хотел вот эти вопросы как раз трогать. Почему? Понимаешь? Они вечные, они у нас никак не кончаются, из-за них вся вот эта вот дрянь не всплывает. Вот так, поэтому я не хочу трогать вопросы, давай мы выработаем какую-то с тобой лично, лично с тобой какую-то позицию. Хорошо, тогда я вам скажу ответ. Потому что я не могу на ситуацию повлиять ни на Олега канале, ни на Дядь Ванин канале, уже даже и на своем получается, я не могу. Я вот сбежал уже, меня и нашли тут. Вот. Поэтому вот я именно с тобой хочу это решить. Олег это Олег. Дядь Ваня это Дядь Ваня. То, что пишут по отношению к тому каналу, просто у меня получается как, вся ситуация, у меня нет конфликта с Дядь Ваней, у меня нет конфликта с Олегом. Почему-то меня вывели на конфликт с тобой. Вот. И я это хочу решить. Вот. Я думаю, что Олег, Дядь Ваня, они, ну насколько я знаю, они разобрались. То есть у них эта ситуация... Они поговорили. Этого достаточно. Они поговорили, а я это рейдерский что-то захватила при этом. Не, ну мы поржали, конечно. То есть мне на самом деле... Я сам поржал. Я сам поржал. Мне тут... Ну, честно, вот мне такие эти самые слухи, скажем так, что ты посылаешь кого-то от моего имени писать. И в то же время наоборот. Вот. Это слухи. Понимаешь, если мы это будем слушать, ну мы вечно погрязнем. Я наоборот предлагаю это убрать. То есть да, там была вот эта грязь. Да, я там даже один раз поступил некрасиво, сдуру, залез в Дядь Ванин чат, там нагрубил некоторым женщинам, которым не стоило это делать. Но это не касаемо нашей темы. Это совершенно другое. Но я перед ними извинился. Вот. Все об этом знают. Вот. И я хочу эту ситуацию закончить. Потому что... Но опять-таки влиять на тех, кто это пишет, я не могу. Потому что они всегда будут писать. Просто как нам с тобой договориться, чтобы мы синхронно, вот правильное слово, синхронно одновременно как-то влияли, нет, не влияли, как-то выработали какую-то позицию, которая бы этим тролляком, она... Вот пишет он, и все. А нам по барабану. То есть, но при этом, чтобы ситуация была под контролем. Вот. Я не знаю, как это обозначить. Поэтому я прошу помощи. Я не знаю, как выйти из этой ситуации. Я говорю, ну, понимаешь... Значит, вопрос номер раз. К развалу антимайдана, конечно, никакого отношения не имею. Более того, я не считаю, что он развалился. То есть, существуют в данный момент три площадки, объединяющие людей по определенным интересам. Одних интересует больше то, других больше это. Опять-таки, знаете, кто-то любит рыбы хрящик, а кто-то там клубнику. По-разному. Поэтому люди собираются на трех площадках, согласно тому, что их больше интересует, какие темы, какие стримеры им нравятся. Ну, вот как-то так. Не вижу в этом никакой трагедии и так далее. Что касается моих визитов на любую площадку, когда меня приглашают, по любому поводу там, либо что-то прокомментировать, либо, ну, опять же-таки, вот на нашем канале все ролики, они выложены в свободном доступе, у меня бывают реально очень интересные гости, очень интересные съемки. То есть, кто хочет, тот у себя там в плейлист ставит, крутит. Я всегда это, пожалуйста. То есть, я могу еще и берите, крутите, комментируйте, пользуйтесь, я еще могу прийти и там что-то рассказать. Допустим, если я был интересный гость, то добавить что-то об этой встрече. То есть, я считаю, чем больше мы друг с другом взаимодействуем, тем это полезнее. Что касается, ну, то есть, как вы понимаете, и так у меня прекрасные отношения, то есть, это вот к этим людям, которые там пытаются с кем-то меня перессорить. То есть, ребята, на самом деле, я общаюсь абсолютно нормально и с Олегом, и с дядей Ивани, и как вы видите, здесь, ну, нет неожидаемого, я понимаю, тут сегодня полдня, я когда пришла и увидела нос, я получила в личку достаточно много сообщений, то есть, тут народ ожидал вот этого так называемого хохлосрача. Ребята, хохлосрач с моим участием не получается. По двум причинам. Здесь ожидали? Везде, везде. В мире ожидали, в соцсетях. Я читала об этом уже и на Фейсбуке, и в Одноклассниках. Я же говорю, то есть, быдло укрой, которые ходят сюда просто смотреть, я не знаю, как они у тебя отражаются, статистически или нет, но они ходят, смотрят, то есть, там уже сидели люди в засаде, они здесь ждали, что что-то будет. Ребята, хохлосрачить с моим участием не бывает. По двум причинам. Я слишком профессиональная, я слишком взрослая и слишком давно в политике. Поэтому заставить меня съезжать с темы, говорить ни о чем, заливать что-то водой, ну, как бы, быть политкорректной по отношению к чьему-то свинству, да, я могу сказать матом, могу сказать не матом, но на самом деле вывести меня из равновесия, заставить меня с кем-то испортить отношения или вывести меня на конфликт, ну, вот такой мелкой гадости, которую я в своем ролике абсолютно мотивированно назвала глистами, не получится никогда. Ну, не царское это дело, опять-таки в глистов палкой тыкать. То есть, поэтому я лично думаю, что нам надо на всех трех площадках делать общее дело, в конечном итоге это информационная война. И сейчас совершенно не время выяснять какие-то личностные, тем более придуманные конфликты, которых на самом деле быть не должно. Финансовых конфликтов у меня тоже ни с кем нет, как и финансовых противоречий. Ни у меня, ни у членов моей команды. Или, или, или это не так. Вот, Виталий, у тебя есть финансовые претензии к кому-нибудь из моей команды? Вот так вот, прямо сразу? Ну, а вдруг? Ты понимаешь, есть, но я не хотел бы об этом говорить. Это дело старое, и если ты знаешь, это дело не вышло за пределы нашего канала, даже пользователи нашего канала... Нет, ну скажем, что я знаю это старое дело, знаю все... Нет, нет, Леночка, да, знают тот, кто хочет знать, но пользователи нашего канала, которые не были, они, они вот потом уже, когда узнали, они были удивлены. Это, это не вышло за пределы. Я не об этом, Лен. Ну, для того, чтобы все куда-то не ходило и так далее, чтобы эту тему закрыть тоже раз и навсегда. Итак, со мной вместе на канале работают те люди, работают те люди, которые эти деньги перечисляли. То есть, они члены моего канала. Леночка, можно сделать... Это их право решать, куда их девать. Леночка, можно сделаем ремарку одну? Вот, я все-таки хотел поговорить немножко не об этом. Это вот называется, опять-таки, скажем так, немножко в сторону. Я все-таки хотел поговорить о том, что мы можем с тобой лично сделать, чтобы вот наша ситуация, вот в которой мы вот... Не знаю, нас втянули, мы втянулись, я не знаю, как это назвать. Вот, я обнаружил себя в этой ситуации, вот, и я не могу из нее выйти. Вот, я предлагаю сейчас еще раз. Давай как-то вот, пока нас слушают. Вот, я предлагаю, что от меня ничего не шло, не идет сейчас, и идти в твою сторону не будет. Вот, чтобы просто... Я хочу выбить почву из-под ног тех, кто нас пытается поругать. Выяснять, что было тогда, я не хочу, честно. Потому что это было, разное было, многое было, раньше войны не было. Вот, а сейчас она есть. Но я хочу вот эту ситуацию закончить. Не перемывать еще раз косточки. Мы все это давно знаем, уже... Я начитался, я думаю, и ты уже начитался. Я думаю, что я начиталась больше. Мне аналогично шлют, солнышко, аналогично. Я не допускаю что-то там, по твоей указке, это твои люди, и вообще не допускаю этого. Вот, честно. Ну, некогда, ерунды. То есть, я надеюсь... Виталь, вопрос. То есть, на канале там, или у кого-то... Ну, у тебя же есть тоже, наверное, канал на Ютубе, правда, честно говоря, не знаю. Ну, наверное, же есть, да? Нет, нету, я только здесь. Ну, там разрешают. Отлично, то есть, может быть, у кого-то из ваших есть свой канал на Ютубе. Я думаю, что кто-нибудь делал вот запись этого нашего сегодняшнего эфира. Но, во всяком случае, я у себя... Ну, у меня-то запись идет. То есть, я у себя выложу на нашем канале, дам ссылочку. То есть, мне бы хотелось просто сейчас вот... Ну, не всего эфира, а вот именно этого кусочка. Да поэтому я сделаю паузу такую, чтобы было легче потом обрезать именно этот кусочек, который я потом размещу на своем канале. Дорогие зрители телеканала Юэй Онлайн ТВ, а также канала Антимейдал, а также канала Дяди Вани и площадки канала Народная дипломатия. Поскольку у нас сегодня была очень интересная построждественская беседа о том, что, в принципе, мы все сидим сейчас в одном окопе, мы все это те, кто работает в информационном поле за Украину, за Новороссию, за свободный Донбасс. И мы все участники информационной войны против тех, кто работает на Хунду и на Майданную власть. Я для себя сделала определенный выгод. Поэтому все те, кто, переходя с площадки на площадку, или комментируя что-то в чатах, или комментируя что-то в соцсетях, и пытаясь рассорить нас всех тех, кто работает на одно общее дело, я вас всех считаю, я не буду говорить агентами там СБУ или, извините, боевыми ПИ-ПИ-ПИ-ПИ-Авакова или еще кем-то. Я считаю вас предателями. То есть каждый, кто в этой ситуации, которая сейчас происходит у нас в Украине, пытается разводить вот этот мерзкий срач на разных площадках, он просто предатель своей родины. И не важно, какая у него родина. Я не буду больше называть вас никакими неэтичными словами. Я просто выложу этот ролик, естественно, раскидаю его по соцсетям. Я раскидаю это с записью чатиков, всеми теми записями, которые у меня есть фиксированы, с теми вашими фразами, которые вы писали в мой адрес, в адрес для диваней, в адрес Олега, в адрес ветра, в адрес глюка и другие адреса. На самом деле я очень внимательно, ребята, и очень внимательно слежу за тем, что вы делаете. И все вот эти ваши надписи, ну, увидит достаточно большое количество народа. И вот понимаете, как после этого будете выглядеть вы. у меня очень много друзей, которые являются членами всяких разных укропских групп. И туда. То есть, естественно, дорогие мои, все ваши вот эти вот усилия по фекалиям, метаниям, мне лично просто смешно, не знаю, как всем остальным. Я сказала свое мнение в отношении вашего поведения. Как вы дальше будете поступать, это ваше личное дело. Просто не надо забывать о том, что, ну, как бы сказать, вы просто выставили себя на посмешище. Вот этими действиями, которые вы делаете за последние полтора месяца, вы можете продолжать их делать дальше. Над вами будут смеяться дольше и громче. Ну, в принципе, это все, что я хотела сказать под запись. Теперь я могу продолжать отвечать на вопросы. Да, собственно, как бы вопросов там в чате-то и нет, как таковых. Вот. У меня, Лена, у меня опять-таки снова свой вопрос. Да, окей. Что мы будем делать с тобой? Вот как нам вдвоем лично, нам, не касаемо Олега, не касаемо дяди Вани, как, ну, опять-таки, то есть протягивать руку дружбу, ну, мы познакомились, как бы и не ссорились. Вот. Поэтому вот я, со своей стороны, опять-таки, вот, под запись-таки, вот, говорю, что с моей стороны ничего не шло в ту сторону, не идет и не будет идти. Вот. Как бы, вот, если бы ты... Ну, я тебя за язык уже тяну, ну, Лен, ну, что ты? Как маленькая девочка. Ну, Виталия, относительно тех событий, ну, куркула. Давай поцелуемся. Давай поцелуемся. Я не буду целоваться с твоей собачьей, я ее боюсь. Вот. Не, ну, я в том плане просто, чтобы люди увидели, что ну, между мной и тобой, ну, не было конфликта. Кто-то пытается раздуть, я не хочу. Ну, не хочу я его. Вот, опять-таки, то есть, вот, и руку дружбы, и перемирия. Ну, это глупые слова, потому что, ну, не было ни войны, мы, собственно, как бы и не ругались. Вот. Нас пытаются, да. Нас пытаются поссорить, да. Но... Нет, ну, то есть, ребята, ну, самое-самое нормальное, мне кажется, доказательство того, что у нас абсолютно нормальное взаимоотношение, то есть, пожалуйста, если вам интересно, если ты там, ну, планируешь какие-то там тематические программы или какие-то, то есть, так же, как я говорю, что я всегда готова. Вот это единственное, что надо обсуждать по времени, потому что я на нескольких каналах работаю одновременно. То есть, если вашим зрителям, вашей площадке интересно видеть меня и какие-то мои программы, мои проекты, пожалуйста, то есть, надо просто, ну, подумать, Новый год, сделать сетку, я буду приходить, пожалуйста, с радостью буду работать на вашем канале, вот, с вашими зрителями. Можно прекрасно ставить, у меня сейчас очень большое количество очень интересных людей, с которыми я встречаюсь, это поздравление для Донбасса, то есть, можно брать эти ролики, пользоваться ими, конечно, ставить их в сетку эфирную, пожалуйста. Единственное, что, ребята, вот это касается всех. Дело не только во мне. То есть, если где-нибудь, когда-нибудь я замечу, ну, я еще раз вам объясняю, то есть, мой канал, лицом которого я являюсь, то есть, ни я его придумала, ни я его сделала, я, ну, как бы, я, да, я как журналист и как телевизионщик, да, так технар, я, нет, как специалист по, скажем, по, ну, господи, кто у меня с этим занимается, да, сисадминно, вот, тех специалистов, я тоже нет, то есть, со мной работают люди, которые тоже пашут по 18 часов в день, я им очень благодарна. И, конечно, ни на кого из этих людей гавкнуть я не позволю. То есть, если будут вот какие-то, скажем, назовем это словом инсинуации, да, куда-нибудь в сторону кого-нибудь из членов нашей команды, то есть, того канала, которым я занимаюсь, ну, да, конечно, ну, я не говорю, что возникнут какие-то проблемы, да, ну, отношения со мной будут испорчены сильно. А что касается вот моей работы на этого, ну, на этой площадке, то есть, здесь есть мои друзья и среди, ну, как бы, и среди админки, и среди зрителей есть люди, которых я давно знаю, и я понимаю, что определенные вещи, которые я делаю, вам интересны. То есть, пожалуйста, давайте будем общаться, давайте будем вместе работать, тем самым просто дадим понять вот этим всем деструктивным элементам, что это им с нами должно быть не комфортно, не мы должны придумывать, что с ними делать, им просто должно быть некомфортно с нами, потому что мы занимаемся одним делом, мы работаем для нашей Родины, мы работаем для освобождения Украины и мы работаем для победы на нас, на Донбассе, а все те, кто мешает нам это делать, те, кто мешает нам жить, просто лишнее, в этом празднике жизни, я надеюсь, что мы просто сами отвалятся, как пиявки. Леночка, большое спасибо тебе. Вот, в принципе, вот я вот как-то вот так вот и хотел услышать, чтобы не столько даже для меня, вот, сколько для людей, чтобы они просто поняли, что, ну, действительно, ну, если какой-то конфликт там есть, это он выдуман кем-то, он вброшен кем-то и вот, ну, меня, во всяком случае, ну, и тебя пытаются втянуть, всех нас пытаются в него втянуть, но вот, опять-таки, я очень рад, что вот мы поговорили именно в таком случае. Ну, поэтому я надеюсь, что мы абсолютно нормально войдем вот в наступивший Новый год и сможем на всех наших площадках делать одно общее дело и, в общем-то, я считаю, что чем профессиональнее мы работаем, тем меньше мы обращаем внимание на всякую разную, ну, понимаешь, вот, занимаются на самом деле всякой этой мерзостью неудачники, поскольку я себя к неудачникам не отношу, я вполне состоявшийся человек, как и многие, кто сюда приходит, то есть давайте, ну, не знаю, создадим для неудачников какую-то отдельную площадку, пусть там, не знаю, в пасочки лепят, покидаются в друг друга, то есть, ну, мне это не интересно, на самом деле не хочу тратить свое время на борьбу с паразитами. Леночка, к сожалению, у меня тут ленит моего времени вышел, я просто сейчас вот у людей интернет попросил на время, на часик, вот у меня... Ну, я так думаю, что мы и так достаточно долго побыли в эфире, то есть, если, опять-таки, у наших зрителей возникнут какие-то вопросы, то, опять-таки, вы уже знаете, что я готова приходить. Единственное, что надо со мной согласовывать время предварительно, потому что... Да, это да, и я хотел закончить, вот как раз из чата, вот просто вот, просто вот, ну, невелик написал, я его обожаю. Совет скромный, дружите, ходите друг к другу в гости, мы вас не делим, вы... и вы нам, в скобочках, все, кого объединил антимайдан Лерса, дороги, как люди и как носители традиции мира и взаимопонимания. Большинство носителей каналов отличные люди, и их троллям не поколебать. За вас большой восклицательный знак и куча сердечек. Ну, действительно, это очень хороший, ну, хороший коммент, хорошее пожелание, тем более, что я еще раз хочу повторить, мы сейчас с вами находимся на святочной неделе, это время, когда сбываются загаданные желания, давайте все вместе... Я загадал, я загадал. Да, вот загадаем, чтобы у нас в новом году все было классно. Все будет хорошо. Спасибо, Розная. С Новым годом вас. С Новым годом тебя еще раз. Спасибо большое. Спасибо очень большое. Спасибо. Вот такой у нас был разговор. Ну, да, это был разговор, беседа, по сути, дружеская. Ну, это не посиделки, если бы вопрос не был бы такой, скажем так, острый, это можно было бы назвать посиделками. Ну, я надеюсь, что посиделки у нас еще будут, и не раз. Так. Ну, что, дорогие мои, тогда я с вами тоже прощаюсь. Как я говорил, у меня лимит интернета исчерпан. Вот. Поэтому я снова исчезаю. Спасибо, что пришли послушать. Я вот тут думал на чатик ответить, но не буду я отвечать на чат. Вот. Я вот зачитал последнее вот сообщение, мне оно очень понравилось. Ну, вот. Компот. Ну, зачем? Так. Нет, я просто так не иду, я вам песню поставлю. Сейчас. Сейчас я вам поставлю песню. Так, 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 так. И потом передам, ой, что такое? И потом передам уже технарю. Вот. Ну, технарь мне сказал, что вы его не обижаете. Вот. Но я его там немножко технически подучил. Ну, вроде все нормально. Я сам смотрю. Так, да что ж такое. Что же не могу. О. Открыл. 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 А винду я все-таки переставлю. Обещаю. Мне еще... Так, 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 так. Сейчас, секунду. Вот. Вот он. Вот эту песню я вам хотел поставить. Ули. Опа, папа, папа, папа. Не сейчас. Ай, запалил. Запалил. Так, сейчас я все приготовлю. Потому что я... Кстати, я, может быть, вот таким вариантом, так по часику, ну, ближайшие 2-3 дня это вряд ли, потому что у меня сейчас просто еще, ну, праздник, и то, что я делаю, просто сейчас делать нельзя. Вот. Я там... Ну, еще и по делам, кроме выпуска, скажем так. Ну, для меня это выпуск. Вот. Даже могу похвастаться, я отоспался. Ну, вот так вот. Я даже отоспался. Вот. Все. У меня все готово. Дорогие мои, родные мои, спасибо, что вы сегодня были с нами. Спасибо, что вы слушали. Я думаю, вы сделаете правильные все-таки выводы. Давайте не будем действительно нагнетать ситуацию. Потому что, ну, я знаю, что вся наша команда, вот она хочет... Она гасит это. Мне сейчас вот... Она даже уже не то, что не гасит, она... Ну, просто действительно есть вещи, когда тут просто опускаются руки и не знают, что делать. Вот я думаю, что вот эта беседа, эта скайп-конфа, вот она как-то вот, ну, все-таки снимет много вопросов, просто и не будет у тех людей, которые это раскачивают, просто у них не будет почвы под ногами. Если не скажешь, что вот, а вот, там сказала, а ему сразу ссылочку, оба, нет. А вот ветер, сбойка, вот там через монитор поцеловаться хотели. Вот. Так что вот как-то так. На этом я с вами прощаюсь. По-любому я буду условно 14-15 числа, я еще точно не знаю, ну, тут осталось совсем-то ничего, неделька. Вот. Я думаю, если получится, я даже все свои дела порешаю раньше, тогда появлюсь, наверное, раньше. Ну, это я не загадываю. Это как получится. А вот то, что получится сейчас, это 100%. Это я вам поставлю песню, которую я давно-давно-давно-давно очень давно не ставил. Спасибо, дорогие мои. Долго прощаться не буду, потому что действительно лимит интернета у меня уже закончился. Ну, как бы, еще пока нормально, на одну песню хватит. Всем пока. С вами был Виталий Ветер. Субтитры подогнал «Симон»